здравствуйте дорогие друзья меня зовут владимир родионов я инструктор лагеря большое приключение и сегодня я хочу вам рассказать о том как изготавливать такое устройство которое носит различные названия туристический примус индейская свеча финская свеча в общем по-разному разные люди в разных регионах и называют но принципе у нее изготовление один и тот же это такой специальный способ разведения огня костра который позволяет очень быстро развести огонь в сложных условиях и при минимуме дробь для того чтобы сделать ну я бы назвать туристический примус нужно просто заготовить отдельное полено вот как у меня например можно потолще потоньше лучше нежелательно вот такое полено затем это полено нужно расколоть специальным образом вначале нужно расколоть пополам четко пополам и так одно полено мы раскололи пополам после этого одну половинку откладываем в сторону вторую также раскалываем пополам поменяю а это и так вторую на четвертинки могу сказать отколоть от каждой четвертинки внутреннюю часть вот вот так примерно небольшую но выкладывать чтобы там таким образом у нас образовалось три части полена одна большая половина и две которые четвертинки с выкладками сердцевины складываем части полена как они были изначально очень хорошо если будет кто-нибудь там кусок проволоки или два куска проволоки которые можно скрутить но не всегда в походе проволока под рукой можно взять обычную веревку веревку нужно брать которую не жалко потому что она сгорит в процессе горения свечи поэтому в этом случае конечно лучше проволоку проволока не сгорает ее можно несколько раз использовать из тех частей полена которые мы выкололи изнутри приготовим растопку то есть мелкие наколем мелкие щепочки для разведения огня внутри полена всегда сухое даже в самую мокрую погоду колем сколько нужно не обязательно всю конечно если у вас есть растопка бумага после того когда все готово готова наша конструкция свечи готова растопка выбираем место где мы будем зажигать эту свечу переходим к процессу зажигания свечи я ее ставлю вот в кастрище тут кастрище уже готовое вертикально вверх затем вот в этом отверстие это уже будет топка можно заранее можно заранее можно потихонечку подкладывать туда какие-то тонкие веточки еще что-нибудь но можно потихонечку подкладывать туда осталось только подождать когда окон растет окон появится снаружи изначально я поставил полено на подставку из камней для того чтобы образовалась тяга воздуха снизу вверх если просто поставить полено на землю то тяги не будет и ну верение не будет происходить так и конечно будет гореть и снизу немножечко подгорать но все равно основное направление движения огня будет вверх это такая свеча она будет гореть во первых очень долго давать много жара и ей не будет страшен не дождь не ветер наоборот ветер будет помогать потому что он будет создавать дополнительную тягу для горения сверху можно повесить соответственно котел и будет прям целенаправленное подогревание котла а не воздуха вокруг уже перегорела наверное нижняя веревочка только на верхнюю но вообще свечу когда она так горит и и достаточно легко можно взять перенести в другое место куда вам нужно держать в руках вот снаружи она абсолютно не горячая корень и даже некий другую сторону конечно для того чтобы изготовить эту свечу из обычного полена требуется приложить определенные действия сделать идеальным вариантом изготовления такой свечи будет если вдруг вам попадутся попадется дерево выгнившись сердцевиной вот как у меня здесь вот полено в нем уже сердцевина выгнила и сплошное отверстие здесь создается для того чтобы сделать свечу из такого полена достаточно лишь топором вырубить небольшое вот это поддувало отверстие из которого которое бы позволяло лучше воздуху поступать когда будет такой канал для доступа воздуха то свечу можно ставить прямо на землю вот примерно такой канал можно ставить и зажигать непосредственно внутри разжигать костер как мы делали ну стой сечи